Сегодня опять говорим про цену биткоина. И ребята, буквально все сейчас пишут мне в Твиттере, в Инстаграме, да, буквально везде, что ж за хрень происходит с биткоином. Мы пробились через поддержку, и все сейчас спрашивают, пойдем ли мы ниже, до уровня в 29 тысяч долларов. Что если я скажу вам, что если мы сейчас перейдем на графики вот сюда? У нас тут есть очень четкий ответ на этот вопрос. Вчера я постил это в Твиттере, и буквально люди сходят с ума. Я не видел столько медведей в Твиттере уже, наверное, несколько лет. Тут я писал о том, что биткоин собирается дотронуться до поддержки на уровне в 39 тысяч долларов, про которую я говорил в предыдущем видео. Как вы видите, мы дошли до поддержки. И пока что у нас появился отличный отскок для тех, кто сомневался в этом уровне поддержки. Как видите, пока что мы удерживали поддержку. И вопрос сейчас такой. Как открыть свой новый трейд на биткоине? И в каком направлении мы пойдем? Но что также важно, удержим ли мы поддержку? На эти вопросы я хочу ответить в сегодняшнем видео. Обязательно ставьте лайки для нового рекорда. Как видите, я в своей передвижной ютуб студии. И в своем инстаграме я уже проводил курс по ней. У нас тут туалет есть, да и много чего еще хорошего. Обязательно смотрите в инстаграме. А сейчас давайте перейдем прямо к контенту. Итак, как вы видите на этом графике, у нас появился отскок от дневной поддержки. Это хорошие новости. Если мы пойдем дальше, давайте перейдем на недельные свечи, вы увидите, что, к сожалению, недельную поддержку на EMA Ribbon мы не удержали. И не только мы ее не удержали. Мы также закрылись ниже и подтвердили прорыв вниз. У нас была похожая ситуация в 2018-м, в середине медвежьего рынка. Что-то такое же и происходило. Мы пробились выше, и затем был большой ложный пробой. Проблема в том, что я уже говорил про этот сценарий. Я показывал его где-то две или три недели назад. Можете найти на канале. Это было прямо здесь. Мы поднялись и закрылись наверху. Но в итоге не удержались. И после такого мы не достигали этой цели на протяжении полутора лет. Биткоин шел ниже, консолидировался какое-то время, и в конечном итоге упал с 6500 долларов в ноябре 2018-го. И дошел до, давайте посмотрим, уровня в 3100 долларов. Сейчас у нас появился очень похожий прорыв. Изначально мы неплохо так поднялись, а затем мы не смогли удержаться и пробились вниз. Так что это не самое обычное, что можно придумать. Давайте покажу вам еще кое-что. Давайте перейдем вот сюда. Вы увидите здесь мой самый худший сценарий, который является таким уже полтора года. Итак, мой самый худший сценарий для этого цикла. 29 тысяч долларов. Это то, о чем я уже говорил ранее. И также вы можете заметить, что у нас есть неплохой такой фрактал. С 2018 по 2020 у нас было тройное дно, о котором не так уж и много людей знает. У нас было тройное дно в последнем цикле, перед тем, как появился сильный забег наверх. И сейчас последней точки касания нам как раз и не хватает. И не важно, насколько вы на медвежьей стороне. Мой самый худший сценарий, моя самая худшая цель, не та, которую я прогнозирую, а самая худшая. 29 тысяч долларов, которым я всегда буду придерживаться. И вопрос сейчас такой, что нам делать? Как вы знаете, я был в трейде. Я закрыл его на безубыточности. Люди писали мне, зачем ты это сделал? Но если бы я этого не сделал, я был бы ликвидирован. Так что иногда в такие времена, когда мы пробиваемся через важную поддержку, лучше выйти из трейда и дождаться следующей возможности для трейда. Это именно то, что я сейчас и делаю. Я расскажу вам про свой следующий трейд буквально через секунду. Если вы также хотите приготовиться к трейду, можете забрать бесплатный бонус внизу в описании. Например, по ссылке на Bybit. Кликайте по ссылке, делаете аккаунты после вашего депозита, сможете забрать бонус в виде бесплатной маржи, использовать это для трейда и вывести всю прибыль уже из этого трейда. Все это по ссылкам в описании. Итак, я готовлюсь к своему следующему трейду, но пока что открывать я его не собираюсь. Потому что вот что сейчас происходит. Биткоин сейчас находится на острие ножа. Он решает сейчас, увидим ли мы дальше медвежий рынок, последние свечи с капитуляцией, или у нас будет больше импульса и движения наверх. Конечно, что одно, что другое может случиться. Мы отскочили от поддержки, и все не так уж и плохо выглядит. Но я же жду пробития через горизонтальное сопротивление в 45 с половиной тысяч, а также подтверждение прорыва. То есть пробитие через предыдущий уровень отклонения. Это то, чего не произошло здесь. Я всегда говорил, последнее подтверждение – это не просто отскок. Это не просто отскок наверх. Нам нужно пробиться именно выше предыдущего уровня отклонения и создать высокий максимум. Этого не произошло в последний раз. И свой следующий трейд я открою только если это произойдет. Пишите, что думаете об этом, и да, когда у нас появится 4 подтверждающих сигнала, тогда уровень в 56 тысяч снова будет валидным. Пока же этого не происходит, стоит отойти, успокоиться и быть очень-очень осторожным. Спасибо за просмотр, мы увидимся совсем скоро в новом видео на ММКрипте, и как обычно, ребята, пока-пока. Спасибо за просмотр.